Сегодня нам предстоит узнать, какой Годли лучше. Это наш новый Титан Клок или Титан Пенсл Вумен. И если ты смотрел предыдущий видеоролик, то ты знаешь, что мы потратили все свои гемасики и многих персонажей, чтобы заполучить этого нового Годли. Но у меня есть небольшая проблема. То, что у меня Пенсл Вумен, ну нету, потому что я её разыграл. И сегодняшняя наша задача не то, чтобы сравнить, а ещё выбить её. И как ты можешь заметить, то что у меня сейчас доступно 20 тысяч карандашей. И возможно нам удача улыбнётся, и мы заполучим и выбьем её налегке. А ей, кстати, уже владеет 8 тысяч. Так что, ребята, пожелайте мне лайком удачи, чтобы я её выбил. И, конечно же, мне не пришлось отправляться на Marketplace и тратить и отдавать всех своих юнитов. Вот как раз мы закупаем, это примерно, не знаю, там 70 ящиков, 50 ящиков, или немножко больше, или немножко меньше. Я не знаю, давайте вот так вот ещё по 3 ящика мы покупаем. И у нас остаётся только 300 карандашей, а уже точнее 230. А ещё, ребята, давайте сейчас сравним, как раз у меня прошло небольшое время, наших подарков. Действительно, нам одни и те же подарки выдают. По-моему, с первого нам выдавали 50 коинов, со второго 5 гемасиков. И оно почему-то не работает. Да, всё одинаково нам выдаётся. И получается, нам удачу дали. А здесь, по-моему, нам уже дают ящик. Как раз мы его сейчас откроем. Может, мы сейчас ещё и обогатимся. И выбьем нашего нового, конечно же, Клока Годли. У меня их как раз 3 ящика. И мы давай их откроем прямо вот здесь вот. Надеюсь, он надуется очень хорошо. А, кажется, нет. Просто перданул он хорошо своими легендарками. Кстати, я не знаю, это легендарка очень хорошая или нет. Мне кажется, что, ну, такая себе. Легендарка, паучок, например, или лепрекон намного лучше. Не знаю, удачу нету смысла, конечно же, использовать. Потому что у нас и дочь работает только на нашем, по-моему, это выбивании персонажей за монеты. А сейчас как раз подходит вот эта вот удачка. Ну что, ребята, давайте как раз по 8 ящиков открываем. И надеюсь, что она мне выпадет. Пожалуйста, пожалуйста. Ага. Ого. Ого. Эпический персонаж выпадает. Это, в принципе, неплохо. Но мы идём дальше. Потому что ящиков действительно у нас хватает. Как обычно, чтобы её выбить, шанс 0,1%. И с тысячи ящиков ты... Ой, да-да-да. С тысячи ящиков ты представляешь, у тебя есть шанс то, что ты выбьешь. А я вот в данный момент не знаю, пока у нас эпический персонаж. Если, конечно, это мы выбьем, это будет очень имбово. Очень круто. Потому что очень сильно много мы фармили. И уже практически прошли до 10 ранга. Ты посмотри. Опять эпик. Даже два эпика. Даже легендарки. Тут, кстати, легендарки нету. Но я знаю, ты это в любом случае знаешь. Потому что у нас обновление давным-давно уже произошло. И как бы вот таким вот образом у нас выбивается. Ничего не надувается. Зато выбивается кто-то, но не надувается. Мы как раз ещё раз действуем вот так вот. У нас обычные рарочки, мифические персонажи не выбиваются. А давай как раз с тобой попробуем удачу включить. Может быть, она как-то пригодится. Но мне кажется, она очень сильно типа не пригодится. И она не будет никаким образом работать. Но всё равно давай как бы попробуем. Мало ли, мало ли повезёт. И как бы нужно будет постоянно прожимать вот эту вот удачу. Мы открываем ящики. Ииии. Да, я понял. Короче. Эпики, эпики, эпики. Это, конечно, очень хорошее. Кстати, если пенсл меха, это у нас как босс. И возможно, возможно, мы сможем им пройти просто нашу пенслскую карту. Но не знаю, не знаю. Зато у нас скоро подходит новый ивентик. И знаешь какой? Дрельменов. Мы его очень долго ждали. Но, к сожалению, вот немножко неделю его пропустили. Ну что, ребята. Остаётся только 4 ящика. А почему у меня 8 предлагается? Я так не понял. Ну ладно, давай 8 открывать. Ха-ха-ха-ха. Ребята, баг мне дало больше ящиков. Я офигею. Давай-давай. Эй, блин. Ну да, думал, что больше ящиков далось. А не далось. И мы даже мифического персонажа не можем выбить. Хотя нам требуется сколько ящиков. А, это я просто такой долбня. Блин. Запутался своими ящиками. Теперь они у меня не открываются. И у меня теперь нету ящиков. Блин, прикольно. Ну что, давай ещё раз попробуем. Может быть, тут мифика выбьем? У-у-у. Ага. 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 Не получилось. Не фартануло. И только эпика мы выбили. Да. Какой реально позор. Но у нас остаётся, по-моему, 6 ящиков этих последних. И посмотрим, мы выбьем его или нет. Или да. Нет, ребята. Мы не выбили. Надеюсь, что мне эпиков поменяют на нашего ультимейта. Точнее, годли персонажа. И как раз давайте зайдём на нашу почту. Мне подписчики это отправили подарки. Спасибо вам большое за поддержку. И ты посмотри. Он говорит, типа, спикер годли. Давайте, короче, мы его никнейм скопируем. И если мы его выбьем, вот этот вот титан пенсил, то мы ему отправим с его ящиков. И ты посмотри. И ещё нам ящик отправили. Давай как раз мы их все собираем. Спасибо вам большое за подарочки. У нас 5 подарков. И сейчас у нас 2 ящика. Ну что, дорогой друг. Давай. Давай, пенсил, воман, воман. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не судьба. А может быть сейчас вот нам выпадет наш новый годли. Тоже очень мало шансов, что мы его выбьем. Но мы постараемся сделать всё возможное. Он надувается. И такой. А ничего. А это означает то, что нам нужно отправляться на marketplace. Но как же мне её заполучить в данный момент? Я не знаю, сколько она стоит. Она там 30 тысяч гемов стоит. Или там 50 тысяч гемов стоит. Ведь у меня только 3 тысячи гемов. Возможно, какой-то чувачок захочет со мной обменять. Но, конечно же, наша задача не обменять нашего клока Титана нового. А обменять на каких-то других юнитов. Ведь ты знаешь, я нуб, у которого просто нормальный ящиков. Кстати, у нас ящики действительно очень дешёвые. Можно испытать и дачу свою. Ну что, у нас 28 тысяч. И много кого есть. Давайте как раз у Даши попробуем обменяться с ней. Ребята, тут у нас Дашка вот так вот предлагает нам Pencil Woman. Я ей ничего не могу предложить. Потому что у меня вот такие вот Кейси и Титан Фанмен. Возможно, она как-то им-то образом сейчас согласится. Я тут пишу. У меня тут на испанском, ты понимаешь. Но хорошо то, что она согласилась. И, в принципе, это очень хороший. Плис ещё что-то написала. Давай, короче, мы ей предложим. Ну, хотя бы вот так вот. Вот давай ещё пятерых вот так вот предложим. Просто нечего мне, короче, дать ей, чтобы, допустим, это было. Ок, май бат. Окей. Всё, она соглашается. Ей как бы это подходит. И мы как раз заполучим её. Просто зайдя с первого раза. Отлично, ребята. Это, конечно, очень хорошо. Может быть, я поменялся как-то не очень хорошо. Но зато сейчас мы как раз узнаем в бесконечном режиме. Какой же действительно лучший годли. Новый или предыдущий новый годли. Женщина против мужчины. У-у-у. И вот, ребята, мы в бесконечном режиме. А это означает, что мы будем играть только на автоскипе. Я взял только двух персонажей. И я не знаю, что из этого получится. Потому что в действительности будет нам очень тяжело. Сможем мы поставить нашего, конечно, нового годли Клока. И он что-то может сделать. Потому что радиус у него 35%. Прям как у нашего кактуса. Блин, я вообще в шоке. Но зато у неё есть суперская спасивка. Которая может замедлять. Замедлять скибедит валетов. И, возможно, даже боссов может она тоже замедлять. При этом она не по одному действует. А все, кто заходит в радиус действия. Мы взяли с собой, конечно же, моих любимых сейчас в данный момент ферм. Потому что, когда ты ставишь его одного за 100 баксов. То получается, он тебе приносит 150. И, соответственно, уже на третьем уровне ты можешь его поставить. Я думаю, что, в принципе, мы давай его вот сюда вот как-то поставим. Посмотрим, что из этого будет получаться. И ты видишь, вот эта вот зона. Они проходят и наносят урон. Какой урон наносит, я, честное слово, не знаю. Это действительно очень хорошо. Что, например, мелкие скибедит валеты. Они вот сюда вот пытались пройти. Но у них ничего не получилось. И наша задача, ребята, как ты знаешь. Мы будем использовать сегодня только по трём нашим годли. Потому что этих новых годли можно поставить только троих. И я сам реально в действительности удивился. Ну, думаю, блин, почему нельзя, например, ставить всех. Но нет, у нас лимитное ограничение произошло. И как бы будет вот в таком вот плане происходить. Нам требуется на второй уровень 1800. У него больше дамаг, но скорость очень слабенькая. И я не знаю, как мы вот с этими мелкими унитазами будем справляться. Потому что это реально кринжово-крипово. Но до пятого уровня мы хотя бы уже дошли. Может быть, мы дойдём до нашего первого босса. И что-то произойдёт. Хотя, не факт, не факт. Как ты видишь, как бы нам сейчас нужно прокачать ещё одну нашу девочку-карамелечку. Или нашу стримершу. И он уже будет, конечно же, это немножко лучше. На шестом уровне, как ты видишь, уже начинает это плавать замедление. Как бы она может перемещаться и наносить урон. Я не понимаю, почему она здесь оказалась. Но как-то странно работает. Сам не понимаю. Как бы хотелось бы, если, допустим, первые скибеди-твалеты тут идут. То получается, по ним наносился урон. А так, получается, оно всё происходит рандомно. Но сейчас мы на два радиуса увеличиваем. И тем самым становится у нас радиус намного-намного больше. Блин, такой прикольный юнит. Когда, например, это Годли. Вроде бы он реально великан, гигант. Но при этом, но при этом есть большой минус. То, что радиус у него какой-то очень слабенький. Но это из-за нашей пассивочки. Которая пассивка реально очень крутая. А чтобы его прокачать на, получается, на третий уровень, требуется, что сколько получается? Три с половиной тысячи баксов. Это, ребята, очень сложно. Но пока что мы справляемся. Именно в данный момент я тебе предлагаю, чтобы прокачать наших вот этих вот ферн. И вот, ребята, мы дошли до шестнадцатой волны. И знаешь что? Вот я этого персонажа, нашего нового Клока, не прокачивал. И, соответственно, вот эта вот фишечка, которая перемещается, которая замедляет, можно сказать, клетку урон. Она хорошо справляется. И несмотря на то, что, допустим, каждую секунду она куда-то перемещается, она ещё наносит дополнительно урона. И давай как раз мы на третий уровень сейчас прокачаем. Радиус у нас, конечно, огроменный стал. Но при этом, вроде бы, она как-то ещё быстрее перемещается и наносит урон. То есть, видишь, как бы массово так нанесла. И сколько она, получается, снесла? Ну, нормально, две тысячи так точно сносит. А это реально очень хорошо. Сейчас мы прокачаем на четвёртый уровень. Ты видишь, как бы, опачки и усё. Всех скибедит валетов уничтожил. Если я не ошибаюсь, то мы можем вообще поставить по самому сильному. И тем самым, как бы, у него урон, чтобы ты понимал, 121 тысяча. Мне очень сильно симпатизируют новые годли. То, что у них прокачка стоит действительно очень дёшево. И можно брать вот этих вот наших камераменов и спокойно в бесконечный режим идти. А они, на самом деле, самые лучшие сейчас в данный момент, которые есть. Да, они, конечно, не как Санта приносят по 2000 баксов. Но всё равно, как бы, имеют свою успешность на самом начальном уровне. Да, конечно, если брать под нашего вот этого вот, как это он называет, ультимейта Клока, то, получается, под него они невыгодные. Потому что там прокачка стоит 100 тысяч, 110 или 120 тысяч баксов. А вот, например, под новых годли, то, на самом деле, очень выгодно. И когда, допустим, я нобик такой, который талантрик меня забанил, я, конечно, уже благодаря вам становлюсь более серьёзнее, более сильнее. Более у нас клан даже создался. И прикиньте, как бы, в клан у нас три места свободных, и никто не хочет вступать. Чуть-то, как бы, это я название закреплю в комментариях. Ты посмотри, и если хочешь, давай заявку свою, и мы тебя примем. Первых трёх участников мы примем. А ещё у нас, по-моему, ещё пять мест сегодня разлокируется, потому что мы очень хорошо фармим. И вот мы прокачали уже на последний уровень. Он наносит, как бы, 121 тысячу. Но радиус у него, конечно же, капец, капец. Я, конечно, удивляюсь. Но как такой радиус для годли, я не представляю. Именно поэтому наша сейчас задача, давай, короче, вот так вот мы поставим ещё одного вот такого вот пузыря великана юнита. И посмотрим, на что же они будут справляться. Потому что уже две клетки у нас телепортируются, и нам будет становиться всё легче и легче. Можно, кстати, одного вот сюда вот поставить, и он будет по всей радиусе наносить. Я, наверное, так и сделаю. Так будет, на самом деле, местами где-то лучше. И узнаем, до какой же они волны смогут дойти. И вот, ребята, у нас приближается 50-я волна. А это уже там будет Майкл Джексон. И я хочу тебе показать одну такую ситуацию. Несмотря то, что у них присутствует офигенное замедление сразу по нескольким юнитам. Но у нас большая проблема. То, что они наносят хороший урон, но по одной цели. И тем самым, получается, мы еле каким-то образом дошли до 47-й волны. Но тут возникает вопрос. А может быть и впрямь Pencil Woman намного лучше? И тут, ребята, у нас уже возникла на первом уровне самая грандиозная проблема. То, что мы сейчас тоже взяли двух юнитов. И у нас Pencil Woman стоит 1000 баксов. Сможем мы ее поставить? И сможет ли она вообще что-то сделать? И как-то предотвратить? И, конечно же, самое главное, обогнать нашего нового клока. Мы тоже будем использовать только, в принципе, это троих. Чтобы было все по-честному. Потому что, как бы, мы можем ее поставить, если не ошибаюсь, целых 16 штук. Кстати, поздравь меня. У меня первый уровень в бесконечном режиме. Я теперь полнейший нуб. Сейчас в данный момент мы посмотрим. По-моему, нам выдается 950. Да, 950. И тем самым у нас есть возможность прокачать наших вот таких вот камеров. И теперь у нас будет немножко больше голдишечки. А я что переживал? Сам не понимаю. Но да ладно. Она у нас тоже наносит очень офигенный урон. Но у нее есть плюс такая возможность. То, что дальность у нее намного выше. Давай, конечно, мы ее сюда вот примерно поставим. Где-то вот так вот за 1000. И пусть она уже наносит урон. Каждую секунду она носит по 4000. Ой-ой-ой. Не знаю, не знаю. В прошлый раз нам, в принципе, помогало. Знаешь что? Правильно. То самое нам помогало. Это то, что у нас была такая возможность. Наша эта клетка, которая могла и замедлять, и которая наносить урона. На второй уровень ей надо уже прокачка намного выше. Давай как раз мы за 300 докачаем наших вот этих вот любимейших камераменов. Которые нам приносят хорошая баблишечка. И сейчас я даже не знаю, как нам быть. Получается, мы, в принципе, уничтожаем их легко. Они сейчас у нас вот так вот все выгорают в сквизит-валетах. У нее очень крутая пассивный навык. Но еще есть, допустим, такой большой минус. То, что... Да-да-да. То, что вот такой вот минус. То, что она наносит в одну секунду урон. Но зато урон у нее, конечно, бесподобный. И, можно сказать, как у нашего Клока, 120 тысяч. Но у нашего нового Клока, будущего, получается, 121 тысяча. Недалеко как бы улетел. Сейчас мы как раз посмотрим. И прокачка, ты посмотри. Я ее так могу прокачивать. А радиус этот какой великолепный. Правда, по мелким сквизитей это не очень выгодно. Но все равно пойдет. Пойдет. И как бы она всеми спокойненько со всеми справляется. Ну, а мы тогда давай сейчас прокачаем, в принципе, наших инфлиенсеров. И будем смотреть, до какого уровня они дойдут. И вот, ребята, у нас точно такая же ситуация. Да, конечно, Pencil Woman немного лучше. И мы уже дошли до нашего босса Майкла Джексона. Но все равно, как бы ты видишь, у меня инфлиенсеры, зараженные спикермены уже проходят потихоньку. Хотя босс появился. И как бы однозначно они выиграют. И знаешь что? Давай так. Сегодня на стриме мы возьмем двоих этих годли. И как раз посмотрим, на что они вдвоем способны. Потому что новый годли у нас может замедлять. А это наносить просто хороший урон. При этом по максимуму. Подписывайся!